В эти дни в Челанзарском районе столицы открылось первое здание Центра государственных услуг. На открытии присутствовали члены правительства, ответственные представители Хакемята города Ташкента и Челанзарского района. В здании Центра созданы все условия для плодотворной работы. Кабинеты, коридоры и залы ожиданий просторные и светлые. Для посетителей Центра создана специальная платформа интегрирования системы электронной очереди, которая запускается впервые в тестовом режиме. Что же это за удобство? Дело в том, что посетители Центра смогут оценить процесс оказания госуслуги и работу сотрудника, который оказал эту услугу. Что, в свою очередь, играет важную роль в улучшении качества оказания услуг. Еще одно удобство. При пользовании госуслугами не спрашивают цифровую подпись. Причина в том, что здесь в тестовом режиме запущено устройство электронной подписи. Удобств очень много. Можно включить в их число игровую зону для детей и библиотеку. Здесь вы, наряду с использованием государственных услуг, можете вмиг обменять водительское удостоверение на новое. При необходимости юридической консультации обратиться к сотрудникам юридической негосударственной организации МАДАТ. А на столе каждого сотрудника есть вот такая надпись. Это тоже служит свидетельством повышения качества в сфере оказания госуслуг. Приводим еще одно сведение. Всемирный банк ведет рейтинг Doing Business по показателю регистрации бизнеса в 190 странах мира. Ежегодно публикуют результаты по рейтингу стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. Впервые в истории Узбекистан вошел в топ-10 стран с наиблагоприятнейшими условиями для регистрации и ведения бизнеса. Надеемся, здания, главные услуги Центра государственных услуг Челандзарского района, помогут населению найти ответы на свои вопросы и получить необходимую услугу. На сегодняшний день в столице уже начато строительство еще восьми таких же современных объектов, отвечающих требованиям мировых стандартов. А мы продолжаем рассказывать о событиях в городе.